Сотрудники полиции помогли потерявшейся и замерзшей пенсионерке вернуться домой. Женщина, как она рассказала, заблудилась. Она не помнила, где живет. Повезло, что бейчанка на своем пути встретила неравнодушных людей. Далее подробности. Людмила Александровна отправилась в гости к своей подруге. Все было хорошо, пока женщина не пошла домой. Она долго ходила по району и искала свой дом, в котором они вместе с мужем недавно купили квартиру. Не могла свой дом найти. Потеряла дом. А потом я не помню, где тут переживал, что я хотела искать. А где он будет меня искать? Сама я не помню, где я была. На улице заблудившуюся женщину встретила бейчанка. Она проводила ее в ближайший магазин, чтобы согреться. Она очень замерзла. У нее красные руки были. У нее видно бурочки промокшие и снег прям комками на сапогах. Что вот ходила она давно. Переживала, что дедушка дома ее ждет. А она дом найти не может. Вспомнить адрес, где она живет, пенсионерка не могла. Тогда сотрудники торговой точки вызвали полицейских. Правоохранителям женщина назвала только свое имя. Дальше уже по информационной базе уточнили прописку бейчанки. Сопроводили бабушку до машины, получается, дежурной. Посадили ее на машину, довезли. Потом взяли за руки, высадили ее из машины и до квартиры проводили ее. Она была очень благодарна, пожелала, чтобы хорошей смены вам и добра побольше, чтобы меньше жуликов было. Отметим, что такие случаи, когда человек не может вспомнить, где он живет, в нашем городе не единичны. Полицейские обращаются к жителям Бийска. Если вы увидели гражданина, который, возможно, заблудился, сообщите об этом в дежурную часть. Кроме того, необходимо быть внимательными к тем, кто страдает потерей памяти. Вложите листок с его данными в карман. И тогда вернуть домой потерявшегося человека получится гораздо быстрее. Продолжение следует...